Эта драматическая история могла бы стать сюжетом фильма, но легла в основу уголовного дела. На скамье подсудимых молодая, красивая и успешная женщина. 35 лет у неё свой бизнес и малолетний сынишка. Но женское одиночество толкнуло её в объятие человека с наркозависимостью. После безуспешных попыток вылечить любимого, вместо того, чтобы оставить его женщина в один из дней, поддалась соблазну и употребила с ним запрещенное вещество мефедрон. Далее события развивались стремительно. Женщина неоднократно приобретала психотроп, что в конечном итоге и стало причиной её задержания. Предметом сегодняшнего судебного разбирательства является уголовное дело по обвинению гражданки города Бреста, которая, используя мобильный телефон, через сеть интернет заказала психотропное вещество, перевезла на транспортное средство для последующего употребления. Её действия были выявлены правоохранительными органами. В ходе следствия была дана юридическая оценка её действиям, по результатам которого привлечена в качестве обвиняемой. Подсудимая в вину в совершении преступления признала полностью. В своём обращении к присутствующим она рассказала о том, как зависимость от мефедрона загнала её в долги, повредила психику, разрушила отношения с самыми родными и близкими. Суд принял во внимание искреннее раскаяние и наличие малолетнего ребёнка. Вместе с тем, за совершённое деяние придётся ответить по всей строгости закона. Признать виновным в незаконных бесцелях сбыта, приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ, то есть совершение преступления, предусмотренную частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, на основании которой назначить и наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, открытого типа срока на 2 года 6 месяцев. Присутствующим на судебном заседании студентам данное мероприятие послужит назидание. Ведь всегда лучше учесть чужие ошибки, чем расплачиваться за свои. Я считаю, это всё повлияет на студентов, и они не будут употреблять, потому что за это даётся срок. Никто не захочет сидеть или лечиться в диспансере. И ещё, если есть семья, чтобы родственники плохо думали, чтобы жизнь разрушилась. Никому это не надо. Практика выездных заседаний необходима для профилактики преступлений, правонарушений, особенно это актуально в связи с увеличением числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Уголовная ответственность предусматрена в том числе и в виде лишения свободы. К сожалению, в эту среду очень много вовлекаются молодёжи, которые, используя свои приложения, мобильные телефоны, заказы, психотропные вещества, безрассудно относятся к этим поступкам. Практика выездных заседаний будет продолжена. Возможно, она станет хорошим аргументом для молодёжи, чтобы не ставить под угрозу своё будущее. Ведь жизнь всего одна, и другого шанса прожить её не будет.